Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам прочитаю произведение с моей книжки, которое называется Чупакабра. Мой любимый писатель Стивен Кинг. И я прочитаю вам такой ужастик. Я очень не люблю, когда обижают животных. И бываю даже очень категоричная с теми, кто их обижает. Мне не жалко людей, которые обижают животных. И поэтому вот такое произведение. С помощью этой книжки можно гадать. Выберите цифру от 8 до 50. Напишите в комментариях. Я открою книжку на странице, номер которой вы выбрали. Прочитаю произведение и создам вам видео-пророчество. Опубликую на своем канале. Оно будет как раз вам предсказывать будущее. Дальше я хочу продолжить с вами знакомство. И поэтому напишите в комментариях, сколько вам лет. «Серый! Слышал прикол? Бабульке, говорят, завелась в нашей деревне Чупакабра. Типа это что такое? Ну, монстр такой, большой, на собаку похож, только с крыльями. Там кур ест, кроликов. Говорят, он и человека может загрызть. Огромный!» Рассказывал Коля, размахивая руками. «Ну и хрен с ним!» Ответил Сергей и почувствовал, как кто-то нежно взял его за руку. Парень обернулся, но никого не было. «Ах! Не валай так!» – сказал Коля. «Смотри, это всего лишь собака. Она лизнула тебя, а ты испугался!» – объяснил мальчик и погладил щенка. Сергей замахнулся и бросил малыша ногой так, что он несколько раз перевернулся с громким воем, а потом затих. «Что ты сделал, дебил!» – кричал Коля. Сергей остановился. Глаза собаки смотрели на парня. «Колян, шухер!» – пришел в себя Сергей. Добежали к середине деревни. «Что ты с псом делал? А что, прикольно было, чтоб знал! Я ударил его, потому что он маленький, мне его не жалко!» Той ночью Коля спал плохо. Слышал волчий вой и крик соседа. А утром бабульки говорили, что приходила чупакабра, съела мальчика. И только один Коля знал, почему Сергей исчез. А как вы думаете, почему Сергей исчез? Конечно, потому что его съела чупакабра, потому что он издевался над щенком. Если вам нравятся мои произведения, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек и напишите. Вы тоже не любите, когда обижают животных. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!